Урок, который я представляю, посвящен теме способа размножения организмов. Он является вводным большой теме размножения и развития организмов. И изучается в 10 классе. Класс, который вы увидите, 10 филологический класс, который углубленно изучает английский и немецкий языки, со 2 класса. Класс достаточно сильный, ровный. И урок, который мы показывали, он прошел достаточно успешно. Мы учимся по учебно-методическому комплекту, автором которого является пасечник. Поэтому в 10 классе учебником является общая биология, написанная совместно с Каменским. Учебник достаточно сложный, в нем очень много разных компонентов. Параграфы очень большие, достаточно сложно написаны. Поэтому максимально приходится облегчать некоторую информацию, которая за один час, к сожалению, не может быть усвоена детьми. Поэтому предыдущие уроки, посвященные обмену веществ в клетке, особенно таким темам, как биосинтез белков, репликация ДНК, генетический код и другие темы, были изучены достаточно серьезно, основательно. И вот данный урок, как я уже сказала, является вводным, поэтому более простой, более обобщенного такого характера. Он рассматривает основные способы размножения и само понятие размножения. Представлен в виде работы по группам, 6 групп было на уроке. Каждая группа получила свое задание, но в итоге они должны были представить всему классу свои наработки, которые были созданы в виде фреймов, то есть в виде небольших блоков, которые объединены между собой специальными связями и в обязательном порядке оформлены цветными маркерами. То есть обязательно промаркированы цветом. Это одно из условий как раз фреймовой технологии, по которой данный урок. Дети работали на уроке с текстами, посвященными размножению. Одной группе были даны тексты, посвященные бесполому размножению, другой группе – половому размножению. И в итоге группы должны были познакомить своих одноклассников именно со способами либо бесполого, либо полового размножения, что, в общем-то, на уроке очень хорошо, четко видно. Два интересных приема используются на уроке. Это метод или прием голосования, когда наиболее, по мнению класса, удачное определение, удачное понятие подвергается голосованию и по числу набранных голосов записывается в тетрадь. То есть как бы предоставляет свобода выбора. Потому что учитель может предложить ребятам какой-то совершенно однозначный подход, то есть какое-то определение, которое, как ему кажется, наиболее удачно. И все, и никаких альтернатив больше не предполагается. В данном случае, наоборот, предлагается 6, 7 или даже более определений, из которых дети имеют право выбрать то, которое, по их мнению, наиболее отражает правильно суть понятия. В данном случае размножение, что и было проделано. И методом голосования они выбирают это определение и записывают его в тетрадь. И второе, тоже достаточно интересное, и дети очень любят такой прием, когда на небольших бумажках пишутся те или иные термины, те или иные понятия, и с помощью магнитов прикрепляются к доске. А затем все написанные листочки, они просто классифицируются по определенным направлениям, то есть создаются из них группы. И уже на основе этих групп можно работать дальше, создавать какие-то другие версии этого материала. Вот в такой технологии как раз и был представлен данный урок. Следующие уроки после вот этого вводного урока с способом размножения организма посвящены непосредственно уже делению клетки, таким способом деления клетки, как митос и миоз, то есть они как раз будут углублять то понятие, понятие размножения, которое было представлено на данном уроке. В качестве яркого пятна, то есть в качестве активизирующего компонента в самом начале урока предлагался небольшой фрагмент текста, по которому нужно было определить, о чем пойдет речь на уроке, потом была сформулирована тема вместе с детьми в обязательном порядке, то есть это формулируется не только учителем, а именно дети должны сами прийти к тому, о чем пойдет речь на уроке. И в качестве рефлексии, то есть в конце подведения итогов, было предложено проанализировать афоризм, который тоже был посвящен процессу размножения, но был в такой более художественной, интересной форме предложен. И, как показал урок, очень понравился детям, они нашли в нем глубокий смысл, и многие ребята сумели высказаться о том, что такое размножение. Главная цель урока, понять суть процесса размножения и обозначить, провести обзор основных способов размножения, была с успехом достигнута. Хотя, может быть, какие-то вещи не получились, но тем не менее урок прошел очень успешно, и дети были им довольны. Спасибо. Спасибо.